Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают! С вами Дарья Топузлеева. Когда проходишь мимо магазина ЛАЖ, мимо пройти, в общем-то, весьма сложно. Запахи бельгийского шоколада, сочного апельсина, лаванды и еще десятков ароматов заставляют сбавлять шаг и следовать за своим носом. Основатель компании Марк Константин начинал свои робкие шаги в бизнесе еще в 70-е годы. Первый блин, как часто это и бывает, вышел комом. Фирма Марка Косметикс Ту Гео разорилась из-за конфетти. Вес товара расходился через почтовые заказы. Каждый продукт был красиво упакован, а внутри были ленточки, завитушки, конфетти и разноцветные хлопушки. Так что покупатель в итоге получал вечеринку в коробочке. С каждой такой коробочке Марк терял фунт. Казалось бы, мелочь, но однажды число заказов достигло миллиона. Марку стало очевидно, что идея абсолютно не жизнеспособна. Несмотря на явный провал, Константин не сдавался. Собрав команду из старинных партнеров, проверенных и рисковых, Марк основал компанию «Лаж». Спустя годы он признался, на создание необычного магазина его вдохновили вовсе не косметические салоны, а европейские сырные лавки. И действительно, множество сортов мыла лежат на полках, словно куски сыра. Когда выбрали что-то для себя, продавец ножом отрезает вам ровно столько, сколько попросите, и заворачивает в специальную бумагу. Первый магазин «Лаж» открылся в пуле, а спустя некоторое время появилась легендарная точка на Кавенд Гаден. Соблазненные запахами и живописными разноцветными грудами товара в лавочку начали забегать звезды и потенциальные партнеры. На Марка посыпались заявки с просьбой открыть магазин не только в соседнем районе Лондона, но и в других городах мира. Многим Константин отказывал. Практически не задумываясь, отправил своих подчиненных в Россию, но долго не соглашался начинать работу в США. Своё решение, извиняясь за грубость, он объяснял так. Американцы больше любят говорить, нежели трудиться. «Алаж» — это не тот магазин, где товар может лежать годами. Продукция компании не содержит синтетических консервантов. Все эти аппетитные брусочки мыла, сухие шампуни и масла изготавливаются вручную и буквально напичканы фруктами, цветами и травами. Срок реализации соответствующий. Большинство продуктов «Лаж» продаются без упаковки. Вместо этого сопроводительный текст со сроком годности и полезной информации. Благодаря этому ходу рентабельность магазина «Флаж» является одной из самых высоких. Как правило, новая точка окупается за три месяца. Компания не тратится на броску, упаковку и рекламу. Этим занимаются около 15 тысяч покупателей-энтузиастов. Они критически оценивают каждый товар и пропагандируют продукцию в среде вегетарианцев, борцов за экологию и людей, ведущих здоровый образ жизни. Она не тестируется на животных, и ее приготовление не наносит вреда окружающей среде. Сегодня во всем мире насчитывается более четырех сотен вкусных магазинов «Лаж». Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды. Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают.